Денис, сначала обозначьте, пожалуйста, для наших зрителей, какую компанию вы представляете, какова ваша география. Я представляю интернет-магазин Торнадо. Мы из Пензы, мы развиваемся на рынке Пензы и Пензенской области, но и в ближайших регионах, вроде Саранской. — Как именно организован ваш сервис, когда он появился, и как вы работаете? То есть у вас есть собственная складерца или вы только с местными федеральными ритейлерами работаете? — Вообще задумка сервиса появилась достаточно давно, около двух лет назад. Все это время мы разрабатывали наш сервис, и вот как раз, когда появился коронавирус, мы запустились. Мы работаем, не используя никакие современные дарксторы и все такое, мы доставляем товары прямо из обычных магазинов у дома. — То есть получается, вы служба по сбору заказа, да? — Не только, не только. — Как это работает? — Мы позволяем покупателям три уровня сервиса у нас представлены. Первый — это самообслуживание, соответственно, то есть покупатель может ходить со своим телефоном по магазину и покупать товары в один клик, выходя мимо кассы из магазина. Второй уровень сервиса — это, соответственно, сборка заказа, то есть наши менеджеры в магазинах непосредственно собирают заказы и выносят их покупателям прямо на парковку в их автомобиль, то есть это функция самовывоза. Также мы осуществляем доставку до дома в удобное время для покупателя. — Вот что из этих трех направлений сейчас наиболее популярно у вас в регионах? — Естественно, доставка, потому что карантин, самоизоляция очень сказывается на это, люди хотят больше оставаться дома, люди работают дома, и им удобно, соответственно, дома и получать заказы. — Вы на вашем рынке первопроходцы или как у вас с конкуренцией дела там обстоят? — Да, мы, когда мы запускались, мы были первые, единственные в подобном роде, были мелкие конкуренты, которые никак не развивались, не развивали это направление, соответственно. Мы первые вышли на пензенский рынок с мобильным приложением, с сайтом, с часовыми интервалами доставки на сегодня, на завтра, на послезавтра. Но, соответственно, в период коронавируса, когда вот эти сервисы начали все разлетать, на наш рынок зашли Яндекс.Лавка, Деливери.Клаб, доставка из ленточки, из Вкус.Вилла, и, соответственно, подобный сервис стал гораздо сложнее. — Как вы себя от них, скажем так, как удается позиционироваться, чтобы вас все-таки отличали, и какие, может быть, у вас есть конкурентные преимущества по сравнению с ними? — Какие у нас конкурентные преимущества? Наше основное конкурентное преимущество заключается в том, что люди нас знают. То есть мы работаем и в партнерстве с сетью «Караван», которая на данный момент остается номер один в пензии, в пензенской области. Люди нас знают, люди нам доверяют, поэтому заказывают у нас. Также у нас цены на большинство позиций гораздо дешевле, чем у конкурентов. — А за счет чего это достигается? — За счет того, что мы берем товар напрямую с полки. То есть мы экономим на хранении, на логистике, соответственно, у нас доставляет собственная курьерская служба, мы не работаем ни с какими службами такси. Также товары, наш основной принцип, что товары должны быть по цене, как в магазине. То есть прозрачная система. Вот цена за товар, вот цена за доставку. Никакие в цену товара дополнительные расходы мы не закладываем. — Насколько большая у вас команда и насколько сложно было во время пандемии набирать персонал? Как я понимаю, вы активно расширяться начали в тот момент. — На самом деле не совсем. Мы не стали активно расширяться во время пандемии. Команда у нас какая была, такая осталась. Могу сказать, что она даже немного сократилась. — Это вы сейчас имеете в виду IT-команду? — Да, IT-команда. — А вот если в целом говорить про персонал, который… Ну все равно же пришлось нанимать людей, которые обеспечивают доставку. — Нет, наша модель работы подразумевает, что сама сеть этим занимается. То есть заказы собирают сотрудники магазина, соответственно, но доставляют, да, наши курьеры. То есть это текучка, ротация курьеров. У нас принцип такой, что любой может стать курьером подзаработать денег. — Ага, то есть, условно, если есть пауза курьера Яндекса, он может прийти к вам? — Да, да, да. — Приходит? — Приходит. И сейчас мы как раз работаем в направлении, чтобы с Яндексом больше запартнериться. — Вы уже про это немножко косвенно упомянули, но тем не менее, насколько сложно в регионе покупателей к таким сервисам приучать? На чей опыт, может быть, вы опирались? — Как я уже сказал, это реально сложно, потому что общество сейчас не совсем готово к переходу, к тому, чтобы перестать ходить в магазины, соответственно, и заказывать продукты только онлайн. Но мы идем к этому. Мы используем для этого новые технологии, такие как ScanGo, соответственно. То есть мы с технологией ScanGo можем попасть к человеку в телефон и дальше уже его в нашу экосистему принять, обрабатывать, а мы не выпускать из нее. — Звучит так жестковато. Но тем не менее, получается, что вот если все-таки говорить про технологию, как вы уже сказали, которую вы у себя внедряете, то без чего, на ваш взгляд, сейчас интернет-магазину современному уже невозможно жить? — Ну, доставка, как бы, она есть везде, жить без нее невозможно, нельзя. Вот, на мой взгляд, очень должна быть популярна и скоро, возможно, будет популярна функция самовывоза из магазинов. Почему это популярна? Потому что не нужно ждать курьера, не нужно привязываться ни к какому месту дома. Соответственно, просто собрал корзину и в любое удобное время заехал мимо ближайшего магазина и забрал свой заказ. — Но для этого инфраструктура должна быть, да? — Конечно, да. Именно вот одна из вещей, которая нам помогла в этом, это наличие инфраструктуры магазинов-караван. То есть у нас в сети более 100 магазинов, вот, и в радиусе, там, грубо говоря, километра в нашем регионе их, там, 3-4. Вот, поэтому клиент-покупатель может забрать свой заказ там, где ему это действительно удобно, не ожидая курьера. — На какого покупателя вы ориентированы в большей степени? — На всех. — Ну, на всех все-таки все равно должна быть целевая аудитория. В телефон, например, 20-летнего человека, это, наверное, залезть проще, чем, допустим, в телефон пенсионера, не смартфон. — По факту оказывается, что не совсем так. То есть караван является магазином, ну, достаточно низких цен. То есть люди ходят туда за низкими ценами, но и за качественными продуктами. Вот. И предоставляя покупателям определенные бонусы в виде, там, системы лояльности, каких-то персональных предложений, скидок, акций, нам удается попасть в телефон всей аудитории каравана. Если говорить о среднем возрасте, 25-30 лет. — Молодые все-таки, да. — Да, достаточно молодые. — А как вы ищете партнеров? То есть сейчас вы работаете с караваном? — Да, сейчас мы работаем с сетью караван, и мы находимся в активном поиске партнеров. Сейчас мы довели нашу технологию до выхода на федеральный уровень, то есть мы готовы предложить другим сетям, локальным сетям, то есть региональным сетям, может быть, даже федеральным сетям, если они захотят, но они развивают свои все-таки направления. Мы же предлагаем объединиться региональным сетям в регионах. Мы готовы подключать всех, от одного магазина до сотен магазинов, тысяч магазинов. Всем рады и предлагаем даже первым, кто захочет к нам подключиться, бесплатное полностью подключение. — Ну вот вы сказали, что ключевое преимущество ваше в регионе — это то, что все знают караван, все знают вас. А в чем ключевое преимущество будет, если вы пойдете на межрегиональный рынок, то есть почему должны выбрать вас, а не ваших конкурентов, например? — Покупатели или те, кто... — Те, кто будут к вам подключаться. — Те, кто будут к нам подключаться, потому что комиссии у нас самые низкие из всех наших конкурентов и очень низкий порог вхождения в технологию, то есть в сервис. Я уже упомянул, что достаточно одного магазина в городе, мы его можем подключить и будем доставлять только ваши товары. То есть низкий порог вхождения. Ничего дополнительно открывать не нужно. Мы работаем на базе офлайн-магазинов, обычных магазинов. Если они у вас есть, вам ничего не нужно. — А команда при этом доставщиков будет уже... — Наша команда выезжает на подключение региона, соответственно, мы можем простроить логистику вам с нуля, если вы хотите экономить, соответственно, на доставке и использовать своих сотрудников. Если хотите, мы можем подключить вас к ближайшим службам такси. — Но все-таки планы какие-то на захват регионов географически есть? Ближайшие, скажем так, куда-то посматриваете? — Да, мы посматриваем на Поволжье и ближе к центральной, к Москве, и вот вокруг все, что есть. Но в Москву пока заходить не планируем. — Но это теория или это практика уже в какое-то время? — Уже некоторые договоренности имеем и работаем как раз для подключения. Потому что, как я уже сказал, первых мы готовы подключить чуть ли не бесплатно. Ну, не чуть ли, а реально бесплатно. Потому что мы хотим отточить эту технологию, довести ее полностью до идеала, чтобы можно было любой магазин прям за несколько недель подключить и начать уже доставлять. Потому что без доставки, соответственно, уже никак не получится в современном мире. — Ну, мы желаем вам удачи на вашем амбициозном пути. — Спасибо большое. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok